Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, хорошего, прекрасного дня! Мы в прямом эфире в программе «Утренний эспрессо». С вами сегодня Игорь Пашечко и Екатерина Нечапорок. Доброе утро, Брестская область. Программа «Утренний эспрессо» сделает все для того, чтобы ваше утро было на 100% позитивным и информативным. Прямо сейчас узнаем, что ждет нас в выпуске и продолжим. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Узнаем, когда в Бресте пройдет Международная лига чемпионов по айштоку. Познакомимся с победителями фестиваля «Иксторок». Составим список напитков, которые спасут от жары в знойный день. Ну что ж, начнем с очень любопытной новости. Внимание, ученые выяснили, можно ли водой потушить солнце. Но вопрос остается открытым. Зачем они изучали этот вопрос? Да, ведь в мире не осталось больше никаких вопросов для того, чтобы их решать. Что будет, если налить на солнце воду? Это так важно ведь, правда? Американские ученые решили, что можно порассуждать над этим вопросом. И что же они сделали? Эксперты сразу отметили, что в космосе вода жидкой не останется и точно не будет выливаться. Тем более для того, чтобы что-то потушить. Ну это уже радует, правда? Но если взять воображаемое вещество по составу соответствующей воде и взять наше светило, и смешать вот два этих ингредиента, то получится, чтобы вы думали, нет, не потушим на солнце. Получится новая звезда, то есть новое небесное тело. В ее составе будет 48% водорода, 14% гелия и 37% кислорода. Все это приведет к огромному повышению температуры и сияния. Вот такой интересный опыт. Не знаю, насколько он нужный и важный, но тем не менее поставили американские ученые. Мы же надеемся, что повышение температуры и сияния в нашей с вами реальности не предвидится. Ну, по крайней мере, большие скачки. И погода по-прежнему будет нас радовать, наше прекрасное лето. Но что ждет нас сегодня, давайте узнаем из прогноза погоды. Узнаем из прогноза погоды. А вот партнер показа прогноза погоды – торговый центр «Дидасперсия» предлагает в аренду торговые и офисные помещения. Аренда в «Дидасперсии» – это отличная возможность разместиться в современном, благоустроенном и комфортном бизнес-центре, который расположен в самом сердце Бреста, в районе с развитой инфраструктурой. Телефон вы видите на ваших экранах, ну а работа вашей компании в бизнес-центре «Дидасперсия» – это залог успешного развития бизнеса и благоприятного имиджа, который будет выгодно отличать вас от ваших конкурентов. Итак, прогноз погоды с торговым центром «Дидасперсия». Дидасперсия Дидасперсия Доброе утро, Брест! Прещане просыпаемся! Доброе ранится, Беларуси! Привет, Брест! Доброе утро, Брест! Доброе утро, Брест! Good morning with a small cup of coffee. Доброе ранится, Беларуси! Доброе утро, Брест! Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Новый сезон «Утревый эспрессо» вовсю набирает свои обороты. Мы продолжаем нашу программу. И начнем мы с розыгрыша. Начнем даже не с розыгрыша, а с подарка. Дело в том, что в честь 500-летия Белорусской Библии в Бресте произойдет уникальнейшее событие. Уникальнейшее событие в масштабах республики и не только. Дело в том, что 15 сентября в Брест приедет уникальная личность, уникальный человек, мотивационный оратор, спикер Ник Вуйчич. Это потрясающий человек, который родился с редчайшим генетическим заболеванием, редкое наследственное заболевание, которое приводит к отсутствию конечности. При этом это мировая знаменитость. Это человек, который проводит мастер-классы, который проводит встречи по всему миру, и вот он будет в Бресте. И сегодня вот такой вот подарок, это даже не розыгрыш, на самом деле это подарок. Это подарок всем жителям Брестской области. Дозванивайтесь нам, друзья, 21-55-65, телефон студии прямого эфира. У вас есть возможность выиграть пригласительный билет на две персоны, на вот этот замечательный, извиняюсь, концерт, встречу. Встречу с оратором легендарным Ником Вуйчичем. Мы говорим про это, и на самом деле это уникальное событие, и просто мы советуем всем на него попасть. Билеты разлетаются, поэтому мы нашли возможность сделать это для вас, наши уважаемые телезрители. Возможно, будет еще один раз, когда мы разыграем такой билет. Так что будьте очень внимательны. Покажи билет нашим телезрителям внимательно. У меня в руках пригласительный билет с фото замечательного Ника Вуйчича. Это действительно прекрасный человек. То есть вы не ослышались. Действительно, именно эта легендарная личность будет у нас в Бресте. У вас есть возможность выиграть билет на посещение этой встречи. Друзья, вопрос будет простым, достаточно простейшим, потому что, ну раз подарки дарить, так уж на все 100%. Но тем не менее, мы должны соблюдать регламент нашей программы. В каком году родился Ник Вуйчич? Очень молодой, юный, ну не юный, но весьма молодой человек, учитывая то, какие достижения он уже сейчас, и о каких достижениях в своей жизни он может рассказать. Что ж, дозванивайте с друзьями. Мы вряд ли сможем, вот за то короткое время, пока мы ждем ваших звонков, рассказать о Нике Вуйчиче. Могу сказать, что просто несколько секунд, минут на его выступление, я его увидел в 2011 году в интернете, просто повернуло мою жизнь на 180 градусов. Это просто потрясающе. А что будет, если действительно послушать, как человек находит силы жить, не имея, на самом деле, рук и ног. При этом он потрясающе весел, он заряжен позитивом, это просто уникальный человек. Поэтому этот подарок для вас, наши уважаемые телезрители. Есть у нас звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Будьте любезны, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Рады вас слышать. Ну, у вас действительно уникальная возможность посетить эту встречу. Скажите, пожалуйста, в каком году родился Ник? В 1982 году. Правильно. Совершенно верно. У нас хотелось посетить эту встречу. Правильно. Спасибо вам большое. Оставайтесь на связи. Вам расскажут, как забрать ваш подарок. Действительно, 4 декабря 1982 года родился известный, всемирно известный оратор Ник Войчич. И мы напоминаем то, что очень скоро он будет в Бресте. А в программе «Утренний эспрессо» еще обязательно будут розыгрыши на посещение, вот пригласительный билет на посещение этой встречи. Поэтому будьте с нами, друзья. Мы делаем подарки своим телезрителям с удовольствием. Ну что ж, а мы продолжаем. Передаем слово, как всегда, нашим главным экспертам, серьезным людям. Это наши маленькие друзья. Пробокационный вопрос был задан нашим малышам. Хотел бы ты стать продавцом игрушек, спросили у них наши корреспонденты. Что же они ответили? Узнаем прямо сейчас. Давайте послушаем. Я бы хотела продавцом игрушек быть, потому что мне нравится играть с игрушками. Вот целый день. И мне мама разрешает. Я хотела, потому что я люблю игрушки и продавать их хочу. Там можно поиграть. Хотела, потому что там много игрушек. Хотела бы, потому что можно было давать просто, чтобы было весело. Я знаю, что ко мне будет очень много приходить людей, потому что дети любят игрушки, и они захотят игрушки. Я захотел бы какой-нибудь мальчик с мамой в магазин, и девочка или мальчик говорят, я хочу такую игрушку. А я говорю маме, девочке или мальчик, ну купите ему уже игрушку, такую, какую он хочет. И мама ему купила игрушку. Я хочу работать в зубной рай. Я бы хотел продавцом игрушек быть, потому что очень нравятся игрушки. Нет, я хочу, потому что я не хочу так. Да, я хочу радовать детей. Я хотел стать продавцом игрушек, потому что я хочу продавать игрушки. Ну, купите ему уже эту игрушку, на самом деле, именно ту, которую он хочет. Вот хороший призыв, согласись, родители, идите навстречу своим малышам, пускай они улыбаются чаще. Продавцы игрушек – важная профессия, тем более, что для детей. Я просто, слушая наши малыши, тоже вспоминал свое детство, и вспоминал такую книгу интересную, как «Паль один на свете», когда мальчик остался один, у него были все игрушки, которые только были в городе. Это было так потрясающе, гораздо лучше даже, чем быть продавцом игрушек. Но, тем не менее, продавцом игрушек – профессия прекрасная, где это мучают, мы расскажем немножко позже, а пока двинемся дальше. Поговорим дальше о профессиях, между прочим. Около 400 выпускников медицинских вузов прибыли на работу в Брестскую область. Подавляющее большинство молодых врачей имеют специальность лечебное дело. Средного пополнения есть такие также педиатры, стоматологи, акушерогинекологи, анестезиологи, реаниматологи, диагносты, психотерапевты, специалисты центров гигиены и эпидемиологии. В том числе медицинский штат области пополнили 54 врача узких специальностей. Ну, а почти половина молодых врачей получили распределение в учреждения здравоохранения Бреста, Барановича и Пинска, а также медицинские организации областного подчинения. При том, что медучреждения Брестской области сегодня укомплектованы практически на 100%, но в районе ощущается и в регионе нехватка врачей ультразвуковой и функциональной диагностики. Ну, а также этим летом первые рабочие места в регионе получили более 500 представителей среднего медперсонала. Ну что ж, информация не может не радовать, потому что часто мы слышим о том, что не хватает у нас медиков, но вот сейчас, смотрите, почти 100% комплектация. Это очень здорово, друзья. Мы станем здоровее, надеемся. Вот эту информацию, конечно же, не могли упустить и наши коллеги из печатных СМИ. О чем они пишут сегодня, узнаем из обзора прессы. Знаковым событием для города над Богом стала торжественная передача музея спасенной художественной ценности иконы «Спас Вседержитель». Она была конфискована у жителя города Барановичи на региональном пункте таможенного оформления «Варшавский мост». Таможенная экспертиза установила, что икона написана во второй половине XIX века и относится к категории культурных ценностей. Подробности читайте в газете «Заря». Подтвердить профессиональную квалификацию экскурсоводам и гидам-переводчикам теперь можно дистанционно. Это и ряд других положений утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 6 июля 2017 года. И хотя документ вступит в силу с 13 октября, изменения и нововведения уже активно обсуждаются. В Брестской области они затронут более двух сотен специалистов, сообщает «Заря». На празднование Дня города в Брест прибыло 25 официальных делегаций из-за рубежа и областных центров Беларуси. Но помимо праздника здесь нашлось время и для деловых переговоров. Подробности в свежем номере Брестского вестника. Накануне 25-летнего юбилея со дня образования в Беларуси органов финансовых расследований финансовые милиционеры рассказали, как изменилась за эти годы структура преступлений в этой сфере на Брещене. Читайте «Брестский вестник». Весной на учениях в Витебской области рядовой 38-й бригады ВДВ спас жизнь своему товарищу при десантировании. Хотя оба солдата уже уволены по сроку службы, они представлены к награде. Подробнее об этом узнаете из газеты «Брестский вестник». О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Сегодня 3 августа, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. 3 августа 1492 года в поисках кратчайшего морского пути из Европы в Индию отправилась первая экспедиция Христофора Колумба. Пройдя по известному к тому времени пути к Канарским островам, она затем пересекла Атлантический океан и достигла острова Сан-Сальвадор в Баганском архипелаге, на котором высадились 12 октября этого же года. Этот день стал официальной датой открытия Америки. 1778 год. В Милане открылось здание оперы «Ла Скала» – мировой центр оперной культуры, построенный архитектором Джузеппе Пьер-Марине на месте старой церкви Санта-Мария де Ла Скала. Оно выдержано в строгом неоклассическом стиле и отличается безукоризненной акустикой. 3 августа 1903 года. Дата рождения Ильи Головащенко, участника освобождения Беларуси от нацистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Участник белорусской операции. Погиб в бою за освобождение Слуцка, где и похоронен. Его именем названа улица в Слуцке. 1943 год. Во время контрнаступления советских войск под Курском начался первый этап рельсовой войны на территории Беларуси. Основной целью операции было выведение и строя железнодорожных коммуникаций на оккупированных территориях. 1996 год. В Минске на острове Слез у Троицкого предместия была открыта часовня. Памятник белорусским воинам, погибшим в Афганистане. Сегодня мемориал в обиходном общине именуется Остров Слез. Главный элемент мемориала выполнен в виде часовни, в основном очертании которой положен первоначальный облик часовни Ефросиньи Полоцкой, такой, какой она была в XI веке. Громкие разговоры и крики, выяснения отношений, распитие спиртных напитков во дворах и скверах, прилегающих к домам, это проблема в основном теплого времени года. Что нужно предпринимать жителям, если такое происходит, расскажет нам заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облсполкома Алексей Владимирович Ливанович. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Действительно, летняя тема, на самом деле, в основном, потому что чаще всего вот именно во дворах ночью люди отдыхают именно летом, правда? И понятно, что хорошо посидеть, там прекрасная погода, но это происходит ночью, это мешает, допустим, маленьким детям спать или пожилым людям. Вот что в этом случае, куда обращаться? Конечно, хотелось бы всем жителям, чтобы друг друга уважали и соблюдали все этические нормы, закон, порядок. Но, к сожалению, такие случаи бывают. Поэтому главное правильно составить алгоритм своего поведения в этой ситуации. Что бы посоветовали мы? Мы посоветовали бы самому не решать эту проблему, не пытаться успокоить, не пытаться выяснить, кто прав, кто виноват в этой ситуации, потому что, в конце концов, может получиться так, что виноват будет и тот, кто... Кому мешает. Да, кому мешает. Для этого у нас есть милиция, необходимо набрать 102, прибудет наряд. Значит, тут уже это так кратко говорю, прибудет наряд. При вызове 102 получает информацию оператор, информирует его заявитель о том, что происходит, полную картину происходящего. Естественно, его спросят ваше фамилия, имя, отчество, где проживаете. Гражданин, конечно, может назвать свою фамилию, может не называть свою фамилию, он сообщает о каком-то происшествии. После этого оператор передает информацию наряду, который задействован в том районе. И у нас по нашим нормативам в течение 15 минут после сообщения о административном правонарушении наряд прибудет и будет разбираться в порядке, значит, возложенных на него полномочий. Значит, если людей волнует, наверное, такая ситуация, если вызову милицию, не назову фамилию, приедут или нет. Заверяю, что приедут. То есть называться не обязательно? Не обязательно. Людей волнует этот вопрос, потому что нужно, наверняка, давать какие-то показания, думать, что это какие-то проволочки. Опять же, в этой ситуации это уже в зависимости от ведения административного процесса. Когда приезжает наряд, по обстановке видно, имеет место правонарушение, нет правонарушения. Если так вот на примере рассказать, шумная компания распивает спиртные напитки в вечернее ночное время во дворе. Ну и в этой ситуации они нарушают административный законодатель, совершая правонарушение по статье 17.3, предусмотренной этой статьей. Естественно, в этой ситуации, если наряд подъезжает и видит правонарушение, начинается административный процесс. В этой ситуации показания, конечно, заявителя будут важны. Но если заявитель настаивает или не хочет о том, чтобы его привлекали как участник административного процесса, это будет без него происходить, чтобы не нарушать все эти правы. Еще один вопрос, который наверняка возникает в голове человека. А если я вызову милицию, а вот эта компания возьмется, берется, пока милиция едет, а они уйдут. И получается что, это ложный вызов? Нет, ложный вызов, нет, не будет ложного вызова, пусть граждане не переживают. Ложный вызов, ну совершенно другая у него, значит, умысел другой у человека при вызове, при совершении ложного вызова. Не будет ложного вызова, ушла компания, наряд пропатрулирует эту территорию, обеспечит общественный порядок, на большей территории увидит, где-то может еще какие-то правонарушения. То есть это лишним не будет. Алексей Владимирович, ну вот, допустим, наряд приехал, если продолжить эту тему, значит, компания, допустим, уже испарилась. Наряд должен ли перезвонить заявителю, либо там зайти в квартиру, чтобы там... У нас сейчас практикуется такая, значит, процедура, когда человек заявляет о этом, его оператор спрашивает, значит, к вам заходить? А, то есть такой вопрос? То есть, возможно, такой вопрос, если он называет свое имя, то к вам заходить, ну, если человек скажет, я буду спать в это время, то не зайдет. Если не скажет, то, возможно, он зайдет наряд для отбора или объяснения, или именно переговорить, может, какие-то другие обстоятельства. Поэтому тут ситуация именно, исходя из обстоятельств будет происходить. Хорошо, но если, допустим, вот вы говорите, что если административные нарушения есть, то есть им является непосредственно распитие спиртных напитков в общественном месте. Являются ли, допустим, громкие крики, разговоры в состоянии алкогольного употребления, либо без него административным нарушением после 11 часов? Не только. У нас нет, к сожалению, значит, какого-то нормативного акта, который устанавливает правила поведения вот на улицах какое-то время. Но я же сказал про 17.3, про употребление спиртных напитков в общественных местах, а еще есть, значит, правонарушение предусмотрено статьей 17.1, это мелкое хулиганство. Значит, нарушение общественного порядка у нас в общественном месте, у нас любая местность в границах населенного пункта является общественным местом. И неуважение к обществу, нарушение общественного порядка, а к этому и относятся и нецензурная брань, громкие крики, исходя из умысла и вины правонарушителя, будет квалифицироваться, будет, значит, административный процесс, уже потом будет в ходе, значит, введения административного процесса квалифицироваться эти действия. Вот, поэтому и громкий шум, и состояние алкогольного опьянения, это все в процессе будет дана правовая оценка действий этих граждан. Скажите, пожалуйста, ну а какие штрафные санкции предусмотрены, вот если люди действительно распивают спиртные напитки, шумят, вот вызвали милицию, они же должны понимать, что не просто милиция приедет и там погрозит пальцем, да, а действительно будет еще и финансовая ответственность за это, да? Да, по 17,3, я максимально и назову, значит, по 17,3, 8 базовых величин максимально, значит, это за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения или распитие, значит, алкогольных спиртных напитков в общественном месте. И 17,1 мелкое хулиганство, там до 30 базовых. То есть, таки немалая сумма. И административный арест. При, значит, определенных обстоятельствах, когда личность правонарушителя и совершенное правонарушение достаточно серьезные, то административный арест возможен до 15 суток. Если вот есть административные нарушения, но имеет место быть и заявителям нужно выступить в качестве свидетеля, вот вы говорили в начале нашей беседы, то есть он должен как бы прийти на место вот это, его там должны опросить или как это вот делается? К нему могут зайти домой в этот день, опросить. Он же данные оставит свои, могут связаться с ним на следующий. У нас для подготовки дела к рассмотрению дается 10 суток по кодексу. Поэтому в течение подготовки дела с ним свяжутся, если в этом есть необходимость. Если резюмировать ситуацию с улицей, то есть мы не выходим сами, мы не пытаемся урегулировать, успокоить эту компанию самостоятельно, вызываем милицию, спокойно даем или не даем свои данные, да, и уже милиция разбирается. Все правильно. Как там быть? Ну, а можно еще спросить? Ну, а если просто хотя бы крикнуть с балкона там, тише, или даже это не нужно делать? Ну, не нужно. Ну, это уже хулиганство, ну, чего ты кричишь в самом деле? Может спровоцировать эту компанию, которая, естественно, в это время будет находиться, да, в возбужденном состоянии, может, на какие-то ответные действия. Не нужно. То есть лучше вообще этих моментов не касаться? Надо соблюдать закон в полной мере. Хорошо, ну вот я все-таки продолжу. А если та же ситуация, какие-то громкие крики, явный шум в подъезде в ночное время, и происходит это у соседей в квартире или на лестничной клетке, как вести себя в этой ситуации? Тоже мы вызываем милицию? Или же какие-то другие структуры отвечают уже за ситуацию в подъездах у нас? Значит, здесь действует, здесь уже есть нормативно-правовой акт, который регулирует взаимоотношения, значит, скажем так, есть постановление Совета Министров, которые утверждены, которым правила пользования жилыми помещениями. Там прописан весь порядок, начиная вот как делать и когда делать ремонт, когда, значит, включать музыку и до какой громкости, временные рамки. И если говорить о ночном времени, то временные рамки после 23 часов, в этих правилах сказано, должна соблюдаться полная тишина после 23 часов. Если после 23 часов не соблюдается тишина в виде игры музыки, работы каких-то электроинструментов, громкого хлопания дверей, в этой ситуации в действиях усматривается того, значит, человека или, если это съемная квартира, хозяина квартиры, значит, усматривается состав административного промышления 21-16. Органом, ведущим административный процесс по этой статье, являются органы жилищно-коммунального хозяйства, это в государственной форме собственности в жилье. Если это кооперативная форма, то это ЖСПК, ЖПК, председатель ведет этот административный процесс. То есть они стоят во главе угла решения этой проблемы, да? Они ведут административный процесс. Если же нужно, опять рисуем ситуацию, вечер, шум, вызывается милиция, значит, приезжает, опять же, наряд в те же временные рамки, значит, проводит профилактическую работу и устанавливает личности тех людей, которые нарушают общественный порядок. Значит, выясняет, опять же, в чем нарушение общественного порядка, потому что, может быть, опять же, 21-16 нарушений путем музыки и каких-то шумов технических, а может быть, это громкая нецензурная брань, опять же, разборки, может быть, там совершается какое-то преступление или правонарушение. Поэтому, опять же, из обстоятельств происходит разбирательство и начинается, уже не начинает милиция административный процесс, а информирует об этом вот именно вот эти... Передает данные. Алексей Владимирович, просим ненадолго прерваться. Дело в том, что у нас есть звонок, есть вопросы у наших телезрителей. Доброе утро. Доброе. Как вас зовут? Анатолий. Анатолий, здравствуйте. Есть у вас какой-то вопрос? Задавайте, пожалуйста. Ну, вот в нашем доме опорный пункт находится, и каждый вечер приводят сюда пяны, шумят, окна открыты, дети пугаются. И эти машины, вот их сигналят постоянно здесь, сами шумят, и как это с ними навести парадок. И вообще, как это... Жилом за здание должно быть, это опорный пункт. Любопытный вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо. А где находится там, кстати, дом? Шестой опорный пункт в Советской Конституции 24. В общежитии. То есть, вот, находятся опорные пункты, и, естественно, с этим связано то, что приходят вот люди, опять же, ну, естественно, когда там пьяные там идут, либо в состоянии вот такого алкогольного опьянения, люди, естественно, они кричат там, возмущаются, вот. Что делать в этом случае? Ну, это находится в этом... По этому адресу находится общественный пункт охраны правопорядка, значит, Московского района. Общественный пункт охраны правопорядка — это такое общественное объединение граждан. Ну, и, естественно, там рабочие места есть сотрудников органов дел, и там проходит разбирательство с задержанными. Общественный пункт охраны правопорядка организуется решениями местных исполнительных распорядительных органов. В настоящее время проводятся все возможные мероприятия для того, чтобы эти помещения, эти общественные объединения располагались не в жилых домах. К сожалению, в каких-то ситуациях, конечно, пока нет возможности это выполнить в полной мере. Но будет проведена работа для того, чтобы соблюдалось спокойствие граждан, примем все меры, чтобы не повторить или не допускать такого в дальнейшем. То есть поэтому работа ведется? Ведется, ведется. Спасибо огромное. Алексей Владимирович, огромное вам спасибо за исчерпывающий ответ. Действительно важная тема, как никогда, наверное, летом. Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления охраной правопорядка и профилактики УВД Брестского облсполкома Алексей Владимирович Ливанович. Спасибо вам большое. Но еще напоминаем, уважаемые телезрители, то, что мы работаем в прямом эфире. 21-55-65, телефон нашей студии. У вас есть всегда возможность дозвониться, задать вопросы нашим гостям или же поделиться с нами какой-то интересной, любопытной информацией. Но прямо сейчас тоже мы будем делиться уже любопытной информацией в нашей следующей рубрике. Это самая большая шоколадная лодка в мире. Французский кондитер Жорж Ларникова платил в жизнь сюжет, навеянный сказкой о Гензель и Гретель. И решил сделать лодку из чистого шоколада с сахаром. Длина лодки около 3 метров, вес 1200 килограммов. Таким образом прорекламировал сеть своих кондитерских магазинов, а заодно и прославился. Вольфия бескорневая – это самое маленькое растение в мире. Размер листа 1 миллиметр. Свободно плавает на поверхности воды, потребляя растворенные в ней питательные вещества. При благоприятных условиях около половины растений постоянно находятся в делении. Зимует при температуре 12 градусов по Цельсию. Вольфия – прекрасный корм для аквариумных рыб. В ее веществе содержится до 60% крахмала, 20% жира, до 10% белков. Витамины СА, В6, В2. Самый большой платиновый самородок в мире был найден в далеком 1843 году на Урале. Его вес составил 12 килограммов. В российском алмазном фонде хранится множество различных самородков. Но этот платиновый гигант, к большому сожалению, не сохранился. Он был переплавлен на металл. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Брест! Брещено! Просыпайся! Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Доброй ранец и Беларусь! Буэнос диас, Брест! Привет всем! Хорошего дня! Доброе утро, Брестская область! Доброе утро, Брестская область! Программа «Утрение эспрессо» заряжает вас позитивом и любопытными фактами. Итак, ученые выяснили, сколько кофе, наш любимый напиток, необходимо пить в день для похудения. Ну вот сейчас все дамы просто должны были прильнуть к экранам. Результаты научного эксперимента оказались весьма неожиданными. Итак, специалисты из Гонджоуского университета науки и технологии выяснили, внимание, что кофе не только способствует долголетию и снижает риск диабета второго типа, но и помогает сбросить лишний вес. В ходе, собственно, длительного достаточно эксперимента на мышках, ученые с определенной периодичностью вводили грызунам дозы кофеина. С регулярным употреблением данного вещества у подопытных реже возникало желание чем-нибудь подкрепиться, в результате чего грызуны существенно теряли в весе. По мнению специалистов, этому есть сразу несколько объяснений. Во-первых, кофе увеличивает метаболизм организма в разных ситуациях от 3 до 11%, запуская процессы расщепления жира и превращая его, соответственно, в энергию. Во-вторых, энергия, которая высвобождается, заставляет организм больше двигаться и вести более активный образ жизни. Ну и в-третьих, кофе значительно подавляет аппетит. Это вот почему после чашечки кофе аромат, но не хочется кушать. Вызывает безразличие к сладкому, кстати, говорят ученые. Но здесь спорный вопрос, согласись, безразличие к сладкому. Вызывает ли у вас кофе безразличие к сладкому? Друзья, дозванивайтесь, делитесь. У нас вызывает как раз наоборот, кое-что сладкого. Но опять же, этим не стоит злоупотреблять, потому что действительно злоупотребление этим напитком может сказаться на здоровье. И не нужно уже худеть исключительно, употребляя кофе литрами и отказываясь от любой пищи. Всего важно, все важно делать в меру. Все важно делать в меру, но еще обязательно есть условия. Нужно, например, обязательно завтракать. Между прочим, делать это стоит перед тем, как вы выпили чашечку утреннего кофе. А вот самые вкусные и необычные завтраки вам предлагает наш шеф-повар. Бонжорно! Мы продолжаем наше путешествие по большому итальянскому сапогу. И сегодня мы спустимся к облуку в район Эмилия и приготовим для этих мест исконное блюдо – тортеллини. С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гриннин Иван. Приступим. Для этого нам понадобится тесто, белые грибы, лук-порей, пармезан, сливки, оливковое масло и вино. Тесто я приготовил заранее. Оно выглядит вот так вот. И мы из него сделаем наши пельмешки. Сразу я надавлю. Сделаю несколько штучек. Я приготовил заранее начинку для наших тортеллений. Это белые грибы вместе с луком просто пожаренные. Также тесто я приготовил заранее. Оно состоит из муки, воды, яиц, соли, перца и оливкового масла. Берем кружок из теста, немного начинки вовнутрь. И лепим, как обычные пельмени. И потом их сворачиваю. Вот такой вот формы. Приготовление тортеллений займет некоторое время. И вот они, чудеса телевидения. Все уже тортеллени готовы. И мы их сейчас сварим. Сделаем к ним соус. И наше блюдо будет закончено. Вода закипает. Я забрасываю тортеллени. Пока варится тортеллени, сделаем соус. Возьмем лук-порей. Немного масла. Немного белого вина. Добавляем сливки. Посолим. Поперчим. Теперь мы в соус опускаем сваренные тортеллени. Теперь мы добавим немного пармезана. Наше блюдо готово. Мы его выкладываем. И украсим свежим базиликом. Итак, я сегодня приготовил тортеллени с белыми грибами в сливочном соусе. Это традиционное блюдо региона Эмилия. С вами был шеф-повар отеля Эрмитаж Гренин Иван. Приятного аппетита. Вот такая, как всегда, вкуснота и красота от нашего любимого бренд-шефа отеля Эрмитаж Ивана Гринина. Мы продолжаем нашу гастрономическую кулинарную тему. Особенно вопрос, который мы сейчас осветим, важен в нынешних погодных условиях, потому что на улице просто феноменально жарко. Какие напитки прохладительные лучше употреблять именно в такое знойное, влажное лето, чтобы чувствовать себя хорошо? Почему отдавать предпочтение горячим или холодным напиткам? Учитывая то, что мы все-таки надеемся, что это не единственная жаркая неделя будет этим летом 2017, давайте изучим эту тему подробнее. Итак, первый напиток, который рекомендуют ученые, ну, чтобы вы думали, зеленый чай рекомендуют пить в жаркую погоду, поскольку чай сразу же утоляет жажду и при этом стимулирует потоотделение. Выше 33 градусов нам, это знакомо, друзья, по вчерашнему дню, это единственный способ отдать тепло в окружающую среду, предотвратив перегрев организма. Еще один отличный напиток – это морсы. По сути, морс – это разбавлен натуральный фруктовый или ягодный сок. В жару предпочтение следует отдавать кислым морсам, особенно полезны морсы из красной смородины, клюквенный, брусничный. Они хорошо разжижают кровь, утоляют жажду и восполняют потерю микроэлементов. Ну, после… Смотрится блестяще. Смотрится блестяще, сразу же хочется выпить такой стаканчик освежающий. Итак, следующий напиток, вот меня удивил этот пункт, честно говоря, это кисломолочные продукты. Но не все подряд, а, например, кефир, ряженка, нежирная, йогурт, несладкий, а именно диетический, простокваша. Все эти напитки превосходно утоляют жажду, как оказалось, ученые уверены в этом. Помогают восстановить нормальный состав микрофлоры кишечника, и вообще наш организм замечательно работает при этом. Но самое главное то, что все-таки кисломолочные продукты, несладкие, еще раз подчеркиваю, отлично удаляют жажду. Попробуйте, друзья. И еще один напиток, который советуют специалисты, это минеральная слабогазированная вода. Слабогазированная. Она по способности утолять жажду из-за большого количества солей и биологически активных веществ. По праву можешь занять почетное второе место в рейтинге правильных напитков. Столовую минеральную воду можно пить без ограничений, и вообще с небольшой порцией такой водички замечательно начинать каждое новое утро. Ну, я бы сказала, что замечательно начинать каждое новое утро с порцией водички и чашечки ароматного утреннего эспрессо. Утренняя водичка. Вот так. Ну, а еще у нас впереди интересная рубрика наша, подготовленная. Мы продолжим тему самых лучших напитков в этот жаркий период. Уверены, что вы любите этот напиток, о котором мы сейчас поговорим. Уверены, да, потому что такой напиток детства. И согласитесь, ведь именно с летом ассоциируется этот напиток. Ну, наверное, вы уже догадались. Сейчас мы поговорим о том, как стоит выбирать квас и в чем его особенность. Старая русская поговорка гласит, квас как хлеб никогда не надоест. Квас – традиционный славянский кислый напиток, который готовили на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба с добавлением трав, меда и ващины. Но нередко его делали также из свеклы, фруктов, ягод. При этом до 12 века квас на Руси был крепче и гуще современного пива. Он считался алкогольным напитком. И слово «пьяница» на языке того времени было «квасник». То есть квасить, пьянствовать дошло и до нашего времени. А вот с 12 века квас стал различаться. Опьяняющие стали называть творенным, то есть сваренным, а не произвольно закишем, как обычный. Известно, что восточные славяне владели рецептами изготовления кваса задолго до образования Киевской Руси. Но первое упоминание о нем в русских письменных источниках датируется только 996 годом. На Руси квас был повсеместным и каждодневным напитком. Его готовили и крестьяне, и помещики, и монахи. А его наличие в доме считалось признаком благополучия. Отправляясь на работу в поле, крестьяне брали с собой квас, так как считали, что он восстанавливает силы и снимает усталость. К 15 веку на Руси существовало уже более 500 сортов кваса. Раньше квас считали чудодейственным напитком, помогающим при всех болезнях. Сейчас мы знаем, что он просто обладает отличными вкусовыми качествами и хорошо утоляет жажду благодаря содержащимся в нем кислотам, молочной и отчасти уксусной. Также квас содержит витамины и микроэлементы. Но не стоит забывать, что он не рекомендуется при гастрите и гипертонии. С 2007 года в Беларуси действует стандарт, согласно которому квасом может называться только натуральный напиток брожения, а не полученный на основе ароматизаторов. Всего в 2012 году в стране было продано около 58 миллионов литров кваса. Но напиток это сезонный, так что пик продаж в прошлом году пришелся на август. В сентябре потребление упало на 20%, а в октябре еще на 30%. У овнов вероятны сложные ситуации, решение которых принесет удовлетворение. Необходимо все делать быстро, нельзя лениться, много спать и предаваться унынию. Тельцы могут быть немного рассеянны и нерешительны. Принимая важные решения, стоит посоветоваться с коллегами и близкими. Вечер, проведенный в компании старых друзей, должен быстро вернуть вас в строй. Звезды обещают близнецам относительно спокойный период, когда многие из них смогут наконец-то достичь взлета в карьере. Сегодня у вас получится проявить в полной мере свой творческий потенциал. Сегодня у раков вряд ли спокойно будет складываться социальная жизнь. Активизируются конкуренты, провоцирующие вас на конфликты. Вам предстоит бороться за свои идеалы и положения в обществе. Лев. Оригинальные идеи представителей этого знака окажутся очень кстати. Успешной будет коммерческая деятельность. Можно смело начинать новые проекты, но не стоит забывать и о старых. А вот девам придется поработать. Если у вас есть нереализованные идеи, сейчас самое время заняться их осуществлением. День предполагает активное общение и обмен информацией. Весам обещан благоприятный день для отдыха на природе и дальней поездке. Серьезные покупки весам лучше отменить, чтобы не навредить своему финансовому положению. Гороскоп советует скорпиону заняться творческой работой или любимым хобби. Домашние дела тоже пойдут как по маслу, если вы заранее их спланируете. Стрелец. День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Козирог. Ответственно отнеситесь к поручениям или просьбам людей, с которыми вы работаете. Руководство должно заметить ваши старания и заслуги. Обратите внимание на свое здоровье и не переутомляйтесь. Водолей. В этот день можно заниматься трудновыполнимыми делами, решать спорные вопросы. Больше внимания уделяйте поиску полезной информации. Рыбы. Займитесь делами, до которых у вас давно не доходили руки. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете. Давно известно, что Брест – белорусская столица айсштока. И не только белорусская, но и столица вообще во всей Восточной Европе. И 29-30 июля в Бресте прошел очередной кубок Восточной Европы. И сегодня у нас в гостях обладательница женского кубка Восточной Европы Марина Магирко и член Совета Белорусской Федерации айсштока Николай Калядич. Доброе утро. Доброе утро. Вы к нам пришли с наградами и кубками. Мы вас уже хотим поздравить с этим. Но для начала расскажите нашим зрителям, тем, кто еще не до конца знает, что такое айсшток. Тем более, один из основных элементов игры у нас сейчас есть здесь. Расскажите, Мишка, о правилах игры. В поле 30 метров, шток 5 килограммов из одного конца поля. Бросаем шток в другой конец поля, в середину. В середине стоит шайба. Шток нужно бросить так, чтобы он оказался ближе всего к шайбе. И сопернику нужно своим штоком сделать так, чтобы его шток стал ближе к шайбе. Либо его выбить, либо сдвинуть куда-то. Шток сейчас у нас на экранах. Вы видите, наши уважаемые телезрители. Весит он 5 килограмм. И вот его нужно бросить на середину поля. Это 30 метров. 30 метров. Марина, и вот вы хрупкая, красивая девушка. Вы можете вот так вот бросить эти 5 килограммов? Запросто так взять и вот махнуть. Ну, чтобы его бросить, сначала нужно взять размах. И с размахом это достаточно просто. Я думаю, вы просто с легкостью это сделаете. Ну, мужчина, понятно. Но вот вам это легко далось? Знаете, я как-то быстро влилась. И все хорошо было. Ну, а как вы пришли к этому виду спорта? Как бы у меня много друзей занимается в этом виде спорта. И один в один прекрасный день мне друг предложил. Пойдем со мной, посмотришь. Попробовать просто, да? Просто посмотришь. И как бы мне понравилось, заинтересовалось. И вот. И вот вы обладатель женского кубка. Сложно вообще было бороться? Было много ли достойных конкурентов от вам? Ну, знаете, были и достойные, и даже сильнее. Но как-то преодолевая все эти волнения, страх, как бы выиграли это все. Это было очень тяжело. Особенно вот были две-три команды, которые надо было очень сильно постараться. Николай, вот вы говорили, значит, у нас принимали участие трех стран. Да, у нас это Республика Беларусь, Польша и Литва. Литва, да. В мужской части кубка принимало участие 12 команд, в женской части кубка принимало участие 8 команд. В основном были команды из Бреста, три команды было из города Тересполь, Республика Польша, и одна команда юниоров из города Лаздияй, Литовская Республика. Вот эта же, эта команда юниорская до 19 лет, она выиграла мужской кубок в Восточную Европу и увезла его в Лаздияй. Вообще здорово. Слушайте, скажите, а вот как... Ну, поздравляем. Поздравляем, да, безусловно. Все-таки, какая динамика? Все больше и больше людей вливается в это движение? Больше ли зрителей становится с каждым разом? Да, не про спорт, движение целое. У меня спрашивали 29 числа, почему ваш кубок именно на это время? В прошлом году в это время и в этом году. Так случилось, что это день города. В парке очень много гостей, туристов, тех, кто празднует вместе с городом его юбилей. Поэтому к нам на каждом турнире приходит много людей. Спрашивают, интересуются, правила узнают и подключаются. И вливаются. Вливаются в наши ряды. Это хороший стратегический ход, люди мимо проходят. Тем более, что игры бесплатно же проходят. Бесплатно, конечно. Марин, еще вот вернемся все-таки к кубку. Насколько мы знаем, то есть вы же не одна, то есть это команда, два человека в команде. Обычно в команде четыре человека, но в этом году произошло такой казус. Два человека. Со мной моя напарница была, Вероника Шепетуха, и вот мы с ней постарались. И вы вдвоем разорвали. Какое взаимодействие должно быть в команде? Абсолютно вы друг от друга не зависите или же наоборот вы должны работать как единое целое? Берете вместе, а что ты бросаете? Это просто командное, во-первых, это должна быть такая сплоченность очень сильная. И, конечно, настроение. Если настроения нет, как бы это происходит все кувырком вот так вот, и настроиться нормально невозможно. Настроение, улыбки, и тогда все получается. По поводу настроения. У нас же есть фотографии как раз-таки с этого мероприятия. Я предлагаю, пока мы общаемся, показать нашим зрителям, с каким настроением оно проходило. А как вот готовитесь, допустим, вот чисто эмоционально, коль уж о настроении речь идет. Вот, кстати, у нас уже идут фотографии. Вот, насколько мы видим, это подготовка. Вот эти штоки лежат у нас на поле на площадке. Покрытие специальное какое-то идет? Нет, это плиточное покрытие горизонтальное. То есть в любой может быть поверхность, любая, да? Асфальт и плитка. Кстати, наш победительный селотный, видим их на экранах. Хорошее настроение с нас, да? Сразу настроение такое, да. Было жарко, но справились. Да, жарко было, конечно, так. И вы же, наверное, в самый разгар жары играли. Да, но мы привычные. Играем круглый год. Для нас погода как бы не особо влияет, потому что только если дождь или снег, он немножко замедляет процесс тренировки. А так, из-за того, что круглый год играем, это облегчает участие. Марин, вот завершая тему эмоциональной настройки, вот как вот вы с напарницей настраиваетесь? Вот мы, ведущие, допустим, мы друг на другом шутим, да, перед выходом в эфир, и тем заряжаем друг друга, накачиваем атмосферу. Вот как вы, какие есть секреты, чтобы вот так вот сплотиться перед началом? Вы знаете, у нас в парке обычно играет музыка. Очень громко, и это как бы заряжает. Ну и там немножко потанцевать, подвигаться, такой заряд энергии, вода. То есть так сбросить это, да, напряжение? А скорость игра по длительности вообще? Есть какие-то рамки? По времени, именно по времени, по минутам рамок нет. Играется шесть эндов. То есть один энд с одного края поля в другое бросают штоки, а второй энд со второго края, с другого края поля бросают обратно. И так проходит шесть эндов. В среднем длится игра 30 минут. Бывают быстрее, бывают медленнее, но есть ограничения по броску. Если спортсмен стал к черте для броска, у него на бросок выделяется одна минута. Если он просрочил эту минуту, то бросок не засчитывается, и команда теряет возможность заработать очки. Кстати, наши зрители интересуются, почему называется айсшток? То есть лед. Есть в этом название лед. Если играется не на льду, то есть играется... Значит, все официальные соревнования, которые проводят в Европе, это Кубок Европы, Чемпионат Европы и точно так же Чемпионат мира, они проводятся на льду. И для этого штоки те же, ручки те же, шайбы те же, только шайбы переворачиваются немножко другой стороной, а накладки для льда и для летнего покрытия существуют. Поэтому... А другие турниры, которые уже не носят такого статуса официального, они проводятся больше на летних площадках. Асфальт и плитка. Это не противоречит друг другу, но такие правила. Понятно. Но у нас, коль мы уже говорим о соревнованиях большого статуса, то мы знаем, что в Бресте, наверное, стартует Лига Чемпионов. И это уже совсем близко, то есть это буквально через неделю. Две недели. Через две недели, да. 19 августа первая игра. Расскажите подробнее, насколько это значимое событие для участников? Так получилось, что весной этого года команда Беларуси, как женская, так и мужская, выиграла Чемпионат Европы в своей группе, группе Б. И мы перешли в элиту европейского айштока, группу А. Так как в группе А играть очень престижно, и это более высокий уровень европейского айштока, Европейская Федерация Айштока решила учредить Лигу Европейских Чемпионов. В эту Лигу Европейских Чемпионов пригласили для участия пять сильнейших команд из Германии, пять сильнейших команд из Австрии, три сильнейших команды Италии, одна сильнейшая команда Швейцарии и одна команда Беларуси за то, что у нас такие достижения. И это в Бресте будет? Лига Европейских Чемпионов разделена на три группы. В каждой группе по пять команд. Мы попали в одну из групп. Когда пять команд, участникам нужно провести друг с другом встречи, то есть по четыре игры. В Бресте будет две гостевых встречи с немцами и с австрийцами, а с немцами и итальянцами. И в гости поедем на две игры в Швейцарию и в Австрию. Слушай, ну классная штука мы занимаемся. Вообще очень здорово. Да, вот так вот поиграли, поехали в Швейцарию и в Австрию. Мотивация какая хорошая. Мало того, что мотивация хорошая победителям Лиги, то есть те, кто выиграл Лигу Европейских Чемпионов, выделяется премия 5000 евро. Те, кто занял второе место, 3000 евро. А те, кто занял третье место, 1000 евро. Сейчас люди спросили, не хочу быть зрителем, как стать участником? Что для этого нужно? Начинать надо было с этого, да? 5000 евро. И сразу шквал звонков. Конечно, выиграть 5000 евро, это очень сложно. Потому что конкуренция высокая. И команды Австрии, Германии, я думаю, в первый раз просто не дадут нам добиться этого результата. Но мы рады тому, что нам выпала такая возможность сыграть. То есть очередной этап. Да, да, да. Здорово. Давайте тогда, к сожалению, время наше летит, подходит к завершению нашей беседы. Значит, назовите, пожалуйста, дату первой игры. Когда это будет? 19 августа в 16 часов на поле для Айштока, рядом с Танисными кортами, рядом с трактиром у озера, на одном из полей этого нашего стадиона, пройдет матчевая встреча между командой Беларуси, Брестские бизоны, и одной из команд Германии. Там сложное название, у нее я не буду произносить. Матч пройдет из пяти игр. Каждая игра состоит из шести эндов. Это действие затянется где-то на три часа. Приглашаю всех, кому интересен этот вид спорта, и кому интересны наши достижения, посмотреть, что это такое, как в него играют, и что представляет из себя действительно серьезный матч между одной из сильнейших команд Германии и сильнейшей командой Беларуси. Причем, напоминаем, что игры будут проходить бесплатно, то есть попасть может абсолютно любой участник. Ну и важно прийти и поболеть за наших. Потому что еще раз напомню, что уже сегодня Брест является столицей, айштока Восточной Европы. Мы уверены, что результаты будут только повыжаться, поэтому нужно обязательно поддерживать свою команду. Друзья, приходите на это соревнование. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях обладательница женского кубка Восточной Европы по айштоку Марина Магирко и член Совета Беларусской Федерации айштока Николай Калядич. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Поздравляем вас с победами, с вязалями. И надеемся, что 5 тысяч евро все-таки будут ваши. Будут ваши 100%. Ну что ж, друзья, мы продолжим говорить о спорте. На самом деле у нас сейчас вторая половина программы, такая очень спортивная. Вот эту тему продолжит наш следующий сюжет. Мы скоро вернемся. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. О пользе фитнеса известно многим. Но как заставить себя прийти в зал и как быстро придет результат? О полезных свойствах фитнеса поговорим с профессиональным тренером. Смотрим и запоминаем. Все у нас начинается с головы и продолжается дальше. И не только начать заниматься фитнесом или ходить в зал, а поменять свой образ мышления, свое питание, свое поведение. Все. Тогда у них все получится. Эти золотые правила помогут вам не только сбросить парочку лишних килограммов, а и придадут вашему телу легкость, улучшат общее физическое состояние. Главное, говорит инструктор Андрей Клапоть, все делать с умом и не забывать о фитнесе 2-3 раза в неделю. Однако не думайте, что все будет очень просто. Я сам, когда начинал, не думал, что фитнес такой энергозатратный. Начинал я с железа тоже. С железа ты сделал подход, пошел отдохнул. В фитнесе же всегда интенсивная тренировка идет на выносливость, что и нужно женскому организму. Многие потом переходят на работу с железом. Это те девушки, которым надо набрать вес. То есть, кто очень худой, кто хочет сбросить, они в основном остаются на фитнесе. Что-то больше интенсива. Сначала, конечно, тяжело, но после первых результатов девушки просто влюбляются в фитнес. И тренировки начинают приносить только положительные эмоции. Работать с девушками, признается Андрей, ему только в радость. Несмотря на все подкулы от коллег и друзей. Первое время, да, было, многие спрашивали, а что ты там фитнес-инструктором стал. Ну, было как-то таких небольших издевок много. Ну, потом все привыкли. Близкие друзья, наоборот, поддерживают. Молодец, добиваешься, стремишься к тому, что нравится. Довольны и ученицы Андрея. Не пропускают ни одного занятия и правильно выполняют все элементы. Хоть иногда, признаются, они бывают очень сложными. Но собираются силами и делают. Ведь красота требует жертв. Эмоции у меня всегда положительные. После тренировок я полна сил и энергии и готова к новым. Сама по себе я человек ленивый. И заставить себя заниматься дома я не могу. Исключительно только с детьми я гуляю. А фитнес тут инструктор. Пришел, будешь заниматься, поэтому бегать уже некуда. Я в восторге. Я себя очень хорошо чувствую. Меня все переполняет эмоции. Ощущение просто хочется летать. И на самом деле чувствуется, как работает каждая группа мышц. Я очень довольна. Я буду ходить сюда вновь и вновь. Мне очень нравится, да. Здесь задействованы все группы мышц. Как бы за час хочется, чтобы все тело проработало. И настроение, во-первых, улучшается. А так вот, ну, мне очень нравится. Я делаю акценты, помогаю, ставлю технику, подбадриваю. Но каждого заставить делать всю программу я тоже не могу. То есть, если у человека нет желания, тогда я бессилен. Хотя я и стараюсь. В фитнесе, как и в любом другом виде спорта, главное захотеть изменить себя к лучшему. Тогда и тренировки будут проходить на одном дыхании. Продам цыплят. Телефон. Плюс 375 29 586 65 00. Организации требуется контент-менеджер. Специалист по созданию, распространению и курированию контента. Редактор сайта. Отправляйте резюме на электронную почту. tv-sobaka-trk-brest.by Телефон. 80162-21-97-87 Телерадиокомпании «Брест» требуется телеоператор с опытом работы. Телефон МТС. 778 86 84 В отдел продаж и маркетинга телерадиокомпании «Брест» требуются специалисты по продажам. У нас есть, что продавать. Обращайтесь по телефонам. 21 4201 и 20 35 45 На работу вахтовым методом срочно требуются монолитчики и разнорабочие. Телефон. 8025 655 89 94 и 8 044 468 49 32 Торговый центр «Дидасперсия» предлагает в аренду торговое и офисное помещение. Расположение в центре города, комфорт, развитая инфраструктура – залог успешного развития вашего бизнеса. Обращайтесь по телефонам. Плюс 375 29 331 35 34 И плюс 375 44 751 93 73 Продам деревянный дом в центре Иваново. Телефон. 80162 55 44 71 И 8029 224 37 04 Приглашаем всех посетить благотворительную акцию «Загуманное отношение к животным», которая состоится 5 августа с 12 до 18 часов около кинотеатра «Беларусь». Вы сможете пообщаться с хвостатыми подопечными, обрести верного четвероногого друга, помочь продуктами и средствами для ухода за животными, а также принять участие во флэшмобе «Брест без жестокости к животным». Ждем вас! Учебный центр «Семообразов» осуществляет набор на обучение по профессии парикмахер с гарантией трудоустройства. Длительность обучения – 8 месяцев. Рассрочка платежа. По окончании – свидетельство гособразца «Парикмахер 4-го разряда». Звоните по телефону. Плюс 375 33 904 04 06. Ждем вас! Такси «Сити» в Бресте. Цена поездки – рубль 50 до 1 километра. Каждый последующий километр – 60 копеек. Также оказываем услуги. Детское сидение в машине. Трезвый водитель. Запуск двигателя при севшем аккумуляторе. Вызов эвакуатора и грузового такси. Во многих машинах бесплатный Wi-Fi и АУКС. Такси «Сити». Телефон МТС и Велкоп. 565 4 шестерки. Такси сейчас. Не роскошь. Учебные организации ДОСААФ города Бреста, Баранович и Пинска проводят бесплатную переподготовку водителей с категории «Б» на категорию «С». В период с 4 сентября по 31 октября. Граждан Республики Беларусь подлежащих призыву на срочную военную службу. Телефон в Бресте. 21-20-90. В городе Барановичи. 41-17-55. В Пинске. 32-26-21. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия. Позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов или руководству городского районного исполнительного комитета. Беларусь-4. Брест. Телефон рекламной службы. 8-0-162-20-35-45. Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Надеемся, что ваше утро замечательно, такое же веселое и бодрое, как и у нас. Ну, а мы сейчас перейдем в нашу излюбленную сеть Инстаграм. Мы это делаем всего лишь один раз в месяц. Смотрим самые популярные фото за определенный период, и, как правило, это предыдущий месяц. То есть сегодня мы смотрим за июль. Август только начался. Итак, ну что ж, смотрим первый снимок и наслаждаемся. Первый снимок. Сделал фотограф из Голливуда поклонник шляп Джонатан Голдман. Вот это один из самых знаменитых снимков этого июля и популярных в сети Инстаграм. Итак, следующий снимок. Фотограф из Словакии Марина Сварбова обожает необычные геометрические иллюзии. Она не концентрируется на одном из персонажей своих снимков, собирает из них целостную картину. Что это? Сложно даже и понять, да? Вот сложно сказать, что это вообще снимок. Это плавчихи. Это плавчихи. Интересно, да? Замечательно. Классный выбор мрак. Следующий, следующий снимок. На фото запечатлена уроженка американского штата Пенсильвания Пейдж Дэвис, которая с детства умеет общаться с представителями дикой природы. Девушка получила специальное образование и теперь занимается изучением и дрессировкой хищных птиц. Кстати, птица ужасно тяжелая. Вот смотри, вот девушка вот тоже хрупкая, да, держит легко. Это орлан белоголовный, насколько мы видим на фотографии. Действительно, очень тяжело держать такую огромную птицу. Ты представляешь, это же хищник еще плюс ко всему какой? Да. Я бы, наверное, опасалась. У нее действительно какой-то талант уникальный по всей жизни. Видишь, у нее на руке специальная кожаная перчатка, потому что когти у этой птички. Птички, не совсем птички, да? Итак, следующий кадр наш фотограф Жан-Клод Луонг запечатлел двух девушек-мужчин в бассейне на юге Франции. Надеюсь, что этот снимок вызовет у людей желание прыгнуть в воду, смотреть его нужно как-то, да? Сразу захотелось голову вот как-то направо. И посмотри. А девушка здорово сидит, правда? Здорово. Желание прыгнуть в воду. Я думаю, у каждого из нас сейчас в эти жаркие летние дни существует. Ну, действительно, ракурс просто необычный. Я, честно говоря, не понимаю, как он это сделал. Давайте будем рассуждать вместе, друзья. Вот девушка, которая сидит, она же явно, наверное, опускалась в этот момент в воду, нет? Да, и странно, что она вообще может так, если она не сидит, она лежит. Знаешь, какой у нее пресс? Лежит на воде. Что она вот может себя держать так, да? Замечательно. Да, на пресс можно даже птицу посадить. Вот эту хищную. И не нужна ей перчатка никакая. Да, абсолютно. Все будет и так нормально. Друзья, следующая фотография. Ирина из Вены сделала яркий снимок, на котором попыталась запечатлеть все атрибуты своего лета. И он попал как раз-таки вот в это число самых популярных фото сети Инстаграм. Ну, вот таких снимков в Инстаграм великое множество, конечно. Почему именно этот стал популярен? Вопрос, конечно, открытый. Видимо, из-за арбуза, потому что арбузы, да, ведь арбуз мы видим прямо. И арбуз-то, конечно, это действительно атрибут лета. Сейчас как раз арбузов уже много. Они такие сладкие, сочные и помогают вообще. Опять же, справиться с этой жарой, да, насладиться. Ну, что ж, мы возвращаемся в нашу студию, сети Инстаграм, друзья. Поговорим сейчас на самую актуальную тему, которая в эти дни вот просто на пике популярности. Не только в эти дни, вообще, в принципе, популярно. Ну, учитывая то, что вчера все-таки был самый жаркий день на этой неделе, действительно подтвердилось предсказание синоптиков. Узнаем, что сегодня нас ждет. А вот партнер показа прогноза погоды, торговый центр Динасперсия. Предлагают в аренду торговые и офисные помещения. Аренда в Динасперсия – это отличная возможность разместиться в современном благоустроенном и комфортном бизнес-центре, расположенном в самом центре Бреста, в районе с развитой инфраструктурой. Ну, телефоны вы видите сейчас на своих экранах, друзья. Работа вашей компании в бизнес-центре Динасперсия – это стопроцентный залог успеха развития бизнеса. И выгодно будет это все делать, отличать вас от ваших конкурентов. Ну что ж, прогноз погоды с торговым центром Дидас Персия. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доброе утро, Брест! Доброй ранницы, Беларусь! Доброе утро! Всем привет! Доброе утро, Брест! Брест, просыпайся! Привет всем! Доброе ранницы, Беларусь! Доброе утро! Всем привет! Доброе утро! Доброе утро, Брест! Доброе утро, наши дорогие друзья! Просыпайтесь, включайтесь в активную жизнь вместе с нами, чувствуйте себя прекрасно. Хорошего дня мы вам желаем. С вами сегодня в студии прямого эфира в программе «Утренний эспрессо» Игорь Пашевич и Екатерина Нечипорук. Мы продолжаем с удовольствием. Продолжаем делиться интересными фактами. И вот один как раз таки касается нашего региона. Почти полсотни команд, друзья, примут участие в экологическом фестивале «Споровские сенокосы», который пройдет уже 12 августа в деревне Высокое Березовского района. Основными мероприятиями, вот сейчас вы видите на ваших экранах программ фестиваля, станут 11 национальный чемпионат, заметьте, чемпионат по ручному сенокошению и 4 открытый чемпионат по футболу на болоте. Если первое, это более-менее понятно, действительно, каждый мужчина, мне кажется, обязан уметь косить косой, то футбол на болоте это какой-то экстрим прям таким. Ну вот и неудивительно, что для участия уже зарегистрировались 33 команды косцов и 10 футбольных дружин, вот экстремальных футбольных дружин. В прошлом году, между прочим, команд было меньше, 23,8 соответственно, но свое умение как бы могут продемонстрировать еще и почетные гости фестиваля. Думаю, зрители тоже, почему бы и нет, запросто смогут попробовать себя. Да, условия соревнований для почетных гостей более щадящие, им предложено сделать проход с длиной всего-то 30 метров и шириной в полтора метра. Всего-то. Да, всего-то 30 метров, щадящие условия. Представляю, какие условия там не щадящие. А еще гости и участники фестиваля смогут, кстати, испытать свои силы на экологической тропе, понаблюдать за птицами со специально оборудованной площадкой. Но в программе также запланированы, как мы уже сказали, футбольный фристайл, подъем на воздушном шаре, это вот такое развлечение будет, и другие сюрпризы от организаторов. Но я уверена, что мы вас уже заинтриговали. Напоминаем, что фестиваль «Споровские сенокосы» пройдет 12 августа в Березовском районе, в деревне Высокое. Поэтому, если у вас есть время и желание покосить траву и поиграть в футбол на болоте, собирайтесь и едьте в Высокое, и наслаждайтесь этими замечательными соревнованиями. Да, и замечательными видами. А мы вот замечательными видами нашего региона продолжим наслаждаться прямо сейчас с рубрикой «Околица». Доброе утро. Это «Околица», и сегодня мы вам расскажем о реке Лесной. Она образована слиянием двух рек – левая лесная и правая лесная. Протекает по территории двух районов – Брестского и Каменецкого. Длина реки Лесной составляет 85 километров. Но это факт и главное, что здесь красиво, поэтому двигаемся дальше. Лесная. Реки с таким названием есть на Камчатке и Сахалине в Томской и Житомирской областях. Да мало ли еще где. Это и неудивительно. Топоним достаточно распространенный, но нас интересует правый приток Западного Буга. Итак, наша лесная протекает по Прибургской равнине и Брестскому Полесью. Живописный и извилистый берег лесной привлекает туристов. Кстати, по ней пролегает байдарочный маршрут, во время которого вы можете познакомиться с флорой и фауной Западного Полесья. Даже если вы небольшой специалист и просто пришли прогуляться по берегу лесной, вам никто не мешает осмотреться по сторонам. Зелень пейзажей определенно поможет справиться с перепадами настроения. Флора порадует глаз, ну а фауна, если повезет, встретите кого-нибудь. Говорят, что возле лесной очень много бобров, но мы как ни старались, ни хатки бобра, ни самого грызуна так и не нашли. То ли, как в анекдоте, не сезон, хотя сезон, то ли просто бобры стесняются телевизионной техники. Потерпев неудачу с бобром, на берегу реки Лесной, недалеко от деревни Тюхинич и Брестского района, нам удалось таки встретить символ Беларуси – Аиста. Так что приезжая сюда, вооружайтесь фотоаппаратом и запечатляйте красивые моменты. Аист, откровенно говоря, оказался с характером, позволял наблюдать за собой только на приличном расстоянии. Кстати, есть на лесной и рыбаки. Конечно, были здесь и времена заморов, но в целом тут для рыбацкой удачи есть немало. К примеру, и плотва, и окунь и щука. Как бы не хороша была река лесная, но не забывайте о безопасности, так как течение и коварное дно вам изрядно могут испортить отдых. Поэтому будьте осторожны и наслаждайтесь красотой. Сегодня мы просто совершили прогулку по берегу Лесной, чтобы еще раз напомнить о том, что для приятного отдыха достаточно выйти из дома и сесть на городской автобус. Так что одним словом, не пропустите хорошую погоду, да и лето вообще. Вооружайтесь удочкой, байдаркой или фотоаппаратом. Не забывайте о безопасности и айда на лесную. Сегодня 3 августа, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. 3 августа 1492 года в поисках кратчайшего морского пути из Европы в Индию отправилась первая экспедиция Христофора Колумба. Пройдя по известному к тому времени пути к Канарским островам, она затем пересекла Атлантический океан и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, на котором высадились 12 октября этого же года. Этот день стал официальной датой открытия Америки. 1778 год в Милане открылось здание оперы «Ла Скала» – мировой центр оперной культуры, построенный архитектором Джузеппе Пьер-Марини на месте старой церкви Санта-Мария де Ла Скала. Оно выдержано в строгом неоклассическом стиле и отличается безукоризненной акустикой. 3 августа 1903 года. Дата рождения Ильи Головащенко, участника освобождения Беларуси от нацистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Участник белорусской операции. Погиб в бою за освобождение Слуцка, где и похоронен. Его именем названа улица в Слуцке. 1943 год. Во время контрнаступления советских войск под Курском начался первый этап рельсовой войны на территории Беларуси. Основной целью операции было выведение из строя железнодорожных коммуникаций на оккупированных территориях. 1996 год. В Минске на острове Слез у Троицкого предместия была открыта часовня – памятник белорусским воинам, погибшим в Афганистане. Сегодня мемориал в обиходном общине именуется «Остров Слез». Главный элемент мемориала выполнен в виде часовни, в основном очертания которой положен первоначальный облик часовни Ефросиньи Полоцкой, такой, какой она была в XI веке. К нам присоединились наши гости, причем их очень много. Все они такие творческие, что просто спешим их представить. Да, совсем недавно в Брест прошел 12-й конкурс и фестиваль X-Star Rock, а сегодня у нас в гостях победители этого фестиваля. Группа Z-Twinkels, что в переводе на русский язык означает «мерцание». Антон Веремчук – соло-гитара. Андрей – так, вот я вот записал, и просто не могу рассмотреть свои же записи. Представляешься. Ритм гитары и вокал. Да, и Кирилл Лизунов у нас бас-гитара, это группа Z-Twinkels, победители этого замечательного конкурса X-Star, и продюсер, собственно, и организатор всего этого действия Павел Шакбок. Доброе утро. Для начала мы очень рады вас всех видеть. И вот мне бы хотелось узнать, 12-й фестиваль, чем была особенность в этом году? Вообще и прошлый год, и этот, мы поменяли концепцию совершенно. Мы делали сначала большие фестивали, просто как концерт. Приглашали группы, там 20-30 групп приезжало, отбирали какое-то количество групп, и потом делали финальный концерт. Сейчас мы сузили это все до четырех групп, отбираем четыре группы, и с ними неделю мы занимаемся, приглашаем преподавателей, делаем мастер-классы. Да. Вообще идея самого фестиваля всегда X-Star, мы хотели локально его делать, чтобы он в Бресте, вот наши развивать брестскую музыку, помогать брестским ребятам, чтобы они росли. И поэтому у нас, как вот мы с Пасением ездили по всему миру, и продолжаем еще ездить, у нас очень много контактов интересных с музыкантами. И мы пытаемся их притянуть сюда, чтобы здесь помочь ребятам вот как-то пообщаться, вырасти в музыкальном плане, как команде. И вот этот фестиваль мы сделали точно в таком же направлении. Мы вот выбрали четыре команды, и преподаватели целыми днями, вот на протяжении недели работали с ними, занимались, готовили финальный концерт. Ну и на финальном концерте вот ребята победили. Ребята выиграли. Это уникальный опыт. А преподаватели-то звездные у нас были, преподаватели были просто потрясающие. Таких грех не поучиться. Это экс-гитарист группы Skillet, это мировая звезда. Кен Стеарт, соучастники группы Forerunners, ADNXXC, Джон Боуэрс, Сасак Стетцер, Эндрю Феррис из группы Кай Лайл, тоже потрясающий музыкант. И потрясающий преподаватель по вокалу из американской Freeway Music School Лорел Маккалум. Ну и, конечно же, были наши, известные, ну как наши, Майк Чойби, можно уже сказать, что наш. Майк Чойби – это уже наш. Да, это уже Брестский музыкант из Чикаго. Да, Майк Чойби, Игорь Муха из группы Спасения, то есть неизменные участники, которые работали с ребятами. Вот, то есть такая вот звездная команда преподавателей, которая помогала участникам фестиваля Экстар. Но обратимся к музыкантам. Интересно, да. Ну, действительно, я уже сказала, что это уникальная возможность поучиться и такие мастер-классы пройти. Чему учили? Что вы вынесли с этих вот недельных мастер-классов? Или вы уже все знали? Вам ничего нового не сказали? Конечно, опыт очень полезный, потому что учились, ну, как бы, это вроде бы все знали, но каждый для себя выводил что-то новое, потому что на самом деле-то люди приехали издалека, и у них совершенно по-другому все это, у них другая культура, и у них, от них это слушать намного интереснее, и очень-очень большой опыт они дают. Запоминается очень быстро, ментально, то, что они говорят. Вообще, в общем, давали мастер-классы по всему, вот, начиная от вокала, там, гитара, то есть бас-гитара, и заканчивая просто тем, как вести себя на сцене. То есть мастер-класс шел в течение целого дня, или это были вечерние какие-то мастер-классы? Как это вообще все происходило? Это были лекционные, когда все вместе, все группы были, и были индивидуальные мастер-классы, когда преподаватель занимался уже непосредственно с гитаристами или с вокалистами, вот, и лекции, которые, вот, как продюсировать музыку, как записать альбом, как вести себя на сцене, вот, что нужно для команды. То есть целая неделя вот таких занятий? Да. Есть возраст участников какой-то, вот, в основном это молодежь, или принимает участие, и музыканты, да, какие-то по возрасту ограничения нету? Возраст не ограничен, нет. То есть даже олдовые группы, которые могут принимать участие. Главное, чтобы было желание учиться и вообще пройти. Если есть желание, это значит есть перспектива. Ребят, вот, вопрос к вам, к молодым музыкантам. Вот для вас, вот, ваша команда, The Twinkles, вообще, вот, музыка, это что? Это желание просто, как бы, ну, поиграть, что-то сделать? Или вы же вы хотите быть звездами, вот, по-честному так, зарабатывать миллионы, колесить? Кто этого не хочет? Что, что? Кто этого не хочет? Нет, у них все говорят, нам это не надо для нас-то. Они врут, они врут. То есть все-таки желание быть звездами есть? Ну, конечно. Конечно. Что, что все, вот, что, какой приз вы получили за первое место, то есть за выигрыш фестиваля Экстер? Запись в студии трех песен. То есть такой максимальный сингл, да? Да. Ну, это здорово. У вас вообще есть такая возможность или самостоятельно это делать? Вот пройти такие мастер-классы, записать себе альбом, допустим, там, или сингл, да? Или же это действительно для вас такой серьезный скачок вверх? Да, что профессионально нет. Но вот здесь шанс выпал профессионально записаться, то есть благодаря вот Экстер-классов. Мастер-классов точно, у нас вообще нигде таких не встретишь. Да, такого нигде не встретишь. А то в Доруссии нигде такого. Да, точно. Вот, поэтому нет. Только вот. Ну, вот, расскажите о своей группе немножко. Ну, вот, вы начинающие музыканты, сколько лет вы вместе? Как вообще так получилось, что вы решили создать группу? Вместе мы четыре года. То есть уже немало? Да. Ну, был перерыв. Да, был перерыв два года. Второй армии. То есть это был не перерыв не личностей, а это был перерыв, скажем так. Вынужденный. Все служили, да? Почти все. Почти все. Почти все там догадываетесь. Ну, и все-таки, вот если бы вы презентовали свою группу, как бы вы себя представили? В каком стиле вы играете? Что вас вдохновляет? Ритм и блюз, кантри, рок. Ага, то есть такое, вот такое направление. Любим сильно это из стилей. Я даже сказал, он все тяжелый без стилей. Да, если хард-рок. То есть такой синтез. Это сознательный такой синтез, или вы определиться не можете, в каком стиле вам играть больше нравится? Нам просто много чего нравится. Нам нравится. Нравится. И мы сейчас. Стараемся держаться просто каких-то рамок. Мы просто стараемся держаться каких-то рамок, в принципе, и уже от этого получается, как бы, где-то легкие вещи, где-то тяжелые. Но в основном они очень похожи. Ну, то есть получается как в одном стиле более. А скажите, вот целая неделя была вот этих интересных мастер-классов, то есть таких вот действительно звездные преподаватели с вами работали. Вот что самое интересное для каждого из вас, что вот вы вынесли? Для группы в целом, для каждого, для себя вот. Что вот такая вот самая главная фишка? У нас это как вот тезисно как-то, да. Да. Вот что такого вот, что вам донесли музыканты мирового масштаба? Ну, в принципе, ничего такого именно конкретного. Ну, то есть нужно стремиться, нужно стараться просто, для того, чтобы нужно очень много работать. Ну, вот скажите, может быть, вы пообщались с ними, поняли, что действительно есть возможность выйти на какой-то серьезный уровень. Не вот не ограничиваться районками Бреста. Вот внушили они вам желание и понятие того, что вы способны на это? Это в первую очередь, что они сделали, потому что вот общаясь с ними, вот их, как сказать, мировоззрение на все, на музыку и на общество. То есть они дали нам, ну, как вот она сказала, что дали понять, что ребята, есть куда стремиться, работайте. Надо работать, надо уважать свою музыку. Это вот в первую очередь то, что вы сочиняете, делаете. Вот. Ну, вот лично для меня, как по вокалу, если Лора, вот она учила нас, преподавала мастер-классы, она за два урока дала много чего, то есть как правильно петь, как она держаться. А у вас самоучки или у вас есть музыкальное образование? Да, самоучки полностью. Да, и сами. Здорово. Павел, а вот скажите, пожалуйста, а что вот для группы, для, вот, объясните мне, что значит для творческого человека работать? Нужно действительно энное количество часов в день обязательно играть и петь, да? Или выступать вот обязательно там каждую неделю? Или, ты не знаю, записывать энное количество песен? Вот как вот эта вот работа представляется именно в творческой среде? Вообще это очень серьезный процесс. И заниматься индивидуально, и писать новые песни. Для этого надо вдохновение, надо какие-то вот условия, чтобы песня хорошая получилась, идея какая-то нужна. То есть, а чтобы была идея, это надо развиваться вот в комплексе, не просто так вот. Ну, не от случая к случаю. Вот вдохновился и раз в пятилетку записал. А действительно каждый день нужно работать на это? Если хочешь, чтобы у тебя были песни, это надо работать. Это не просто вот пришло, вдохновение попало, раз в пять лет песня получилась. Если чтобы группа работала, группе надо новые песни, и нужен материал. И над этим надо серьезно работать. И чтобы потом концерты проводить, это тоже надо заниматься, репетировать, какие-то программы делать, шоу-программы ставить, чтобы это интересно было зрителям. Чтобы потом реклама была, надо снимать и видеоклипы, надо записывать альбомы, надо, чтобы музыка где-то крутилась, чтобы люди узнавали. Это огромная масса работы. Про это хотелось бы спросить. То есть вначале нашлось, скоро, кстати, буквально через несколько секунд мы хотели бы уже перейти к песне. Вот еще один, скажем так, финальный вопрос. То есть мы с этого начали. То есть основу продюсирования также преподавали. То есть на сегодняшний момент далеко не каждый музыкант может себе позволить быть подписан на какой-то лейбл. Да и говорят, в принципе, не так уж это и важно сейчас. Когда есть интернет, то есть можно и самим продвигаться. Какие основы продюсирования давались? Потому что это, наверное, один из самых важных моментов в нынешней. Как себя представить, имея там миллиарды других групп, хороших, плохих, как себя презентовать? В принципе, об этом и говорилось. Об этих вещах преподаватели говорили о том, чтобы группа могла продвигать. Каким образом можно продвигать себя? То есть какой-то алгоритм давали для этого? Нет, потому что для начала, для старта это не должно быть там массово. Это не может быть массово. Потому что сделать песню сначала, а потом ее сделать известной, пытаться какими-то шагами сделать, чтобы она звучала где-то на радио. Получить там промежуточный приз Грэмми, да? Да, там. Потом на Экстар, в конце концов. Потом на Экстар приехать. Да. То есть такие вещи, они у каждой команды очень похожи. Вот, и этот путь, кстати, ну, получается, что, ну, когда зацикливаются ребята, может быть, в одном направлении, давай там будем репетировать. И вот сидят где-то, репетируют и никуда не вылазят. Вот. И это ни к чему не приводит. Работа в стол. Работа, да. Должно быть комплексно все. Если ты выступаешь, если ты делаешь песню, она должна быть для кого-то. Она не нужна. Вот если мы сели, поиграли, ну, сколько мы, месяцев пару поиграем, вот для себя одну песню, две. И надоест нам это все. Если песня, она должна звучать для людей. И люди должны слушать какая-то вот обратная связь. А потом, чтобы ее хорошо представить, надо что-то еще. Надо клип снимать. Надо хорошо ее оформить. Аранжировку поменять. Может, добавить какие-то инструменты. А где одна песня, там и вторая, и третья, и пошел альбом, и программа. Вот все это на их стали преподавалось. Это вещи, которые, ну, комплексные. И почему в музыке немножко это затянуто, если в бизнесе это можно было сделать. Там, вложил деньги, там, купил станок и штампуй себе что-нибудь. Вот. А в музыкальном бизнесе, чтобы ребята могли жить от этого, чтобы ребята могли получать какие-то деньги, это очень много усилий к этому надо предложить. Я предлагаю послушать, чем они взяли все-таки вот это солиднейшее-солиднейшее жюри фестиваля. Мы, естественно, так мы находимся в прямом эфире. Мы не сможем показать полную палитру группу The Twinkles, в которой они покорили сердца международного жюри. Но, тем не менее, сегодня прозвучит одна из песен. Андрей, представьте, пожалуйста, что за произведение. Кто авторы его также? Песня называется Sorry, Father. Прости, отец. Кирилл у нас писал текст. На английском песня была? Конечно. Кирилл на английском писал или переводчик потом переводил, или сам писал на английском? Сам писал. Сам вообще круто. Потому что переводчик, конечно. То есть песня авторская, но, к сожалению, да, сегодня она не к сожалению, она на самом деле прозвучит полностью в живом варианте, живой звук утренним эспрессо. Это акустический вариант этой песни. Для всей нашей Брестской области группа The Twinkles победители фестиваля 12-го, фестиваля X-Star. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok В частях The Twinkles сегодня и продюсер фестиваля X-Star Павел Шельпук. Спасибо огромное, ребят, что вы сегодня с нами. Ну что ж, будем общаться дальше. Ждем ваших синглов, чтобы представлять их здесь, в утреннем эспрессо. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Друзья, мы продолжим знакомиться с творческими людьми нашего региона. Прямо сейчас у нас замечательный портрет Яна Буцкевича. Сейчас мы рассмотрим. Я, по-моему, переживала. Вот он меня прослушал. Я совсем отлично справилась. И он говорит, а почему бы не попробовать? Так получилось, что мы 6 лет с ним занимались. И основную базу, конечно же, там не он. В 17 я закончила школу, подступила в университет имени Пушкина. И там мы встречались с Арисой Ивановной Борсак. Она стала моим вторым педагогом, который очень много знаний, сил и труда вложил в меня. Удачно развивалась и училась очень хорошо. И поэтому вот какая-то такая доброта, искренность какая-то такая есть. Ну и, безусловно, очень-очень хорошие музыкальные данные, что меня всегда тоже привлекало. Когда есть такие талантливые ученики, это большое счастье. После долгой работы над своим образом и голосом пошли и первые награды на республиканских и международных конкурсах. Яна участвовала в телешоу «Академия талантов» и проходила отбор на славянский базар. Со временем девушки предложили стать солисткой брестского мужского коллектива «Музарт». Вышла просто замечательно. Она быстро стала частью большой команды, которая в 2015 году пыталась попасть на Евровидение, но не прошла. Для группы это был первый телевизионный проект. Самое главное мы получили. Мы получили высший балл зрителей. Это самое главное. Чтобы то, что мы делаем, нравилось слушателю. Мы делаем это не для жюри. Наше творчество не для жюри. Наше творчество для людей. Если есть отклик, это здорово. После национального отбора группа участвовала в различных конкурсах и фестивалях в Италии, Украине, Польше и Беларуси. Команда развивается и делает выводы из поражений. Они, считает певица, на творческом пути просто неизбежны. Поражение – это замечательная штука. При поражениях ты лишний раз оборачиваешься на себя, на свою работу и ищешь то, на чем тебе еще предстоит работать. Даже нужно иногда проигрывать, чтобы еще больше себя мотивировать на то, чтобы становиться лучше, интереснее и двигаться вперед к новому свершению. Она не останавливается. То есть руки не опускаются. Она идет вперед. Вот это вот хорошее качество. Ну, собственно, мы это тоже воспитываем. Знаете, я постоянно им говорю. Нужно уметь держать удар, если даже это случится. И думать, исполнять музыку. Не думать, кто там, кто в зале, и каким образом, и как они будут судить, и что там за судьи, и насколько они квалифицированы и так далее. Просто надо исполнять музыку, быть в музыке. Сейчас, помимо выступлений с группой, девушка записывает и сольные композиции. Премьера первой песни совсем скоро. Без музыки Яну просто невозможно представить. Но семья для девушки стоит на первом месте. Правда, о личном вокалистка мало кому рассказывает. Я никогда не поставлю карьеру или музыку во главе своей жизни. Музыка – это как хобби, как часть меня, часть моей деятельности. Но семья – это самое главное. Я считаю, что ничего не может быть ее важнее. Она живет настоящим и далеко вперед старается не заглядывать. Говорит, что жизнь сама расставит все по своим местам. Говорит, что жизнь сама расставит все по своим местам. Говорит, что жизнь сама расставит все по своим местам. Французский кондитер Жорж Ларникова платил в жизнь сюжет, навеянный сказкой о Гензель и Гретель и решил сделать лодку из чистого шоколада с сахаром. Длина лодки около трех метров, вес – 1200 килограммов. Таким образом прорекламировал сеть своих кондитерских магазинов, а заодно и прославился. Вольфия бескорневая – это самое маленькое растение в мире. Размер листа – 1 миллиметр. Свободно плавает на поверхности воды, потребляя растворенные в ней питательные вещества. При благоприятных условиях около половины растений постоянно находятся в делении. Зимует при температуре 12 градусов по Цельсию. Вольфия – прекрасный корм для аквариумных рыб. В ее веществе содержится до 60% крахмала, 20% жира, до 10% белков – витамины С, А, В6, В2. Самый большой платиновый самородок в мире был найден в далеком 1843 году на Урале. Его вес составил 12 килограммов. В российском алмазном фонде хранится множество различных самородков. Но этот платиновый гигант, к большому сожалению, не сохранился. Он был переплавлен на металл. Ну что ж, неумолимо летит время, но мы еще хотим подарить вам еще один подарок. 21-55-65 телефон студии прямого эфира. У вас есть возможность выиграть сертификат на одно бесплатное посещение замечательного клуба «Сити Джим». Это первая в Бресте сеть спортивных клубов, все виды фитнеса, тренажерный зал, зона для занятий кроссфитом, ринг для бокса и детские группы. Ну, в общем, много-много-много интересного. Если вы любите себя и готовы заниматься спортом, «Сити Джим» готовы предоставить все возможности. Итак. Итак, вопрос. Итак, вопрос. Внимание, вопрос. В каком году появилась первая беговая дорожка? 21-55-65 телефон студии прямого эфира. Дозванивайтесь, сообщайте нам правильный ответ на наш вопрос. Быстро. И получайте сертификат в «Сити Джим». Это просто классно. Для того, чтобы чувствовать себя в отличном форме, просто с потрясающим настроением, и вообще чувствовать себя хорошо. Это «Сити Джим». Да, вот интересно, когда же появился первый тренажер «Беговая дорожка». Напоминаю, что сети «Сити Джим» есть два зала сейчас в Бресте. По улице Советской в торговом центре «Миллионы» и по улице Гаврилова – торговый центр «Экватор». Поэтому вы еще можете выбрать, в какой части города Бреста вам удобнее посетить и воспользоваться сертификатом на одно бесплатное занятие. В каком году? Ну, будем делать подсказки. Конечно же, это 20-й век. Естественно, 20-й век. Создателями тренажера «Беговая дорожка» стали Уэйн Квинтон и Роберт Брю. Изначально данное изобретение было предназначено для лечения сердечно-сосудистой системы, а уже после было переделано в прибор для профилактики данных заболеваний. И вот в каком году, мы хотим узнать, у вас было изобретено это чудесное устройство, которое очень любят девушки в особенности. И я думаю, что сейчас у нас наверняка будет звоночек, потому что очень хотим, мы прям вот желаем позвонить, подарить вам этот сертификат. Есть. Есть звоночек. Есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Александр. Здравствуйте, Александр. Александр, мы рады вас слышать. Скажите, пожалуйста, вы ходите в тренажерный зал? Нет, не хожу. Отличная возможность начать прямо здесь и сейчас. Скажите, пожалуйста, в каком году была изобретена первая беговая дорожка тренажера? А в 1968 году? Нет. Нет. Другая информация у нас. Давайте еще раз чуть-чуть раньше. У нас две попытки всегда. Ну, давайте угадывать. Раньше. Так, раньше... Александр, видимо, смотрит сейчас на планшете или в телефоне. Другая. Раньше-раньше. Послевоенный период уже. 1947 год. Нет. И вот не угадали. Ну что ж, пытайтесь еще раз дозвониться. Спасибо большое за попытку. Друзья, между 47-м и 58-м, да, было? 68-м. 68-м. Вот. Самая это заветная дата. Вот этот вот год. Вот этот вот год. Ну, давай скажем, ну, что это 50-е все-таки. Хорошо. 50-е годы. Вот такая подсказка. Сегодня у нас, да, подарки за подарками. Кстати, беговая дорожка, тренажер, беговая дорожка в каком году была? Она создана. Кстати, вот мы сейчас... Любопытный факт у нас есть. Любопытный факт, конечно. Конечно, пробег, допустим, на 52% больше калорий потребляют те, кто только думает, но не занимается спортом, да? Ну, то есть те люди, которые говорят, вот завтра точно начну, точно начну, они, оказывается, едят-то больше и калорий больше потребляют. Кстати, занятия бегом, в том числе на упомянутой нами беговой дорожке, занятия бегом на 10% повысят лимит, что очень важно. Друзья, если прямо вот сейчас, в эти 3 или 5 секунд не зазвонить в телефон студии, мы оставим этот сертификат до следующего нашего эфира и продолжим. Стоп, все, продолжаем. Закончить? Нет? А может, все-таки предложение еще? Ну, хорошо, давайте, вот буквально, давайте еще 5 секунд. Закончил, да, очень быстро посчитал Игорь, до 5. Есть звонок, давай будем дарить подарки, доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Даша. Дарья, в каком году был изобретен первый тренажер беговая дорожка? В 1968-м? Нет. Ну, нет же. Нет. А можно я еще раз? Конечно. Ну, давайте еще раз. В 1952-м? Вот, в точку, 52-м год. Разная, разная информация у нас идет, но, тем менее, да, действительно, 52-м году Уэйн Квинтон и Роберт Брю изобрели это замечательное изобретение. Итак, Даша. Все спортивные клубы в Сити Джин предоставляют вам одно бесплатное посещение. Пожалуйста, оставайтесь на связи, вам расскажут, как забрать ваш подарок. Мы же напоминаем то, что Сити Джин наш партнер, поэтому разыгрываем и регулярно их сертификаты. Будьте внимательны. Ну, а еще один наш партнер, благодаря которому мы сейчас посмотрим прогноз погоды, это торговый центр Дидас Персия, предлагает в аренду торговые и офисные помещения. Аренда в Дидас Персия – это отличная возможность разместиться в современном, комфортабельном, благоустроенном бизнес-центре, который находится в самом сердце Бреста, в самом районе с отличной и развитой инфраструктурой. Работа вашей компании в бизнес-центре Дидас Персия – это залог успешного развития и благоприятного имиджа, который будет выгодно выделять и отличать вас от ваших конкурентов. Итак, прогноз погоды с торговым центром Дидас Персия. Продолжение следует... У Овнов вероятны сложные ситуации, решение которых принесет удовлетворение. Необходимо все делать быстро, нельзя лениться, много спать и предаваться унынию. Тельцы могут быть немного рассеяны и нерешительны. Принимая важные решения, стоит посоветоваться с коллегами и близкими. Вечер, проведенный в компании старых друзей, должен быстро вернуть вас в строй. Звезды обещают близнецам относительно спокойный период, когда многие из них смогут наконец-то достичь взлета в карьере. Сегодня у вас получится проявить в полной мере свой творческий потенциал. Сегодня у раков вряд ли спокойно будет складываться социальная жизнь. Активизируются конкуренты, провоцирующие вас на конфликты. Вам предстоит бороться за свои идеалы и положение в обществе. Лев. Оригинальные идеи представителей этого знака окажутся очень кстати. Успешной будет коммерческая деятельность. Можно смело начинать новые проекты, но не стоит забывать и о старых. А вот девам придется поработать. Если у вас есть нереализованные идеи, сейчас самое время заняться их осуществлением. День предполагает активное общение и обмен информацией. Весам обещан благоприятный день для отдыха на природе и дальней поездки. Серьезные покупки весам лучше отменить, чтобы не навредить своему финансовому положению. Гороскоп советует Скорпиону заняться творческой работой или любимым хобби. Домашние дела тоже пойдут как по маслу, если вы заранее их планируете. Стрелец. День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Козирог. Ответственно отнеситесь к поручениям или просьбам людей, с которыми вы работаете. Руководство должно заметить ваши старания и заслуги. Обратите внимание на свое здоровье и не переутомляйтесь. Водолей. В этот день можно заниматься трудновыполнимыми делами, решать спорные вопросы. Больше внимания уделяйте поиску полезной информации. Рыбы. Займитесь делами, до которых у вас давно не доходили руки. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете. Продолжение следует... Дидас Персия. Сейчас, между прочим, да, мы там скидки до 50%. Так что не теряйте времени даром. Также хотим сказать огромное спасибо нашим друзьям, партнерам, магазинам модной мужской одежды «Базиони», которые расположены в торговых центрах «Дидас Персия» и «Корона», где шикарный выбор мужской одежды для всех модников. Приходите, друзья. Там просто потрясающе. Ну что ж, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Завтра наши коллеги ждут вас в эфире. Друзья, утренний эспрессо дарит позитив каждый будний день с 70 до половины десятого. Ну что ж, желаю вам отличного дня. Всего вам доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok